Велёк состоит из двух плёсов, большого и малого, соединенных узкой протоком. Малое, солёное. Большинство туристов отдыхают именно здесь. Немножко сегодня лежит дальше, на пресное, большое белье. В середине июня – время, когда эти места только готовятся к наплыву отдыхающих. Погода в Хакасии часто переменчивая. Сегодня ясно, а на следующий день пасмурно и дождливо. Вода в озёрах пока ещё не прогрелась до комфортных для купания температур, но есть те, кого подобные нюансы не пугают. Лёха! Идёт молния, Лёха! Молния идёт! Если что, сразу назад! Скайпсёрферы не боятся ни холодной воды, ни плохой по меркам отдыхающих погоды. Для них главное – ветер. Его они готовы ждать по несколько дней. А Хакасию считают идеальным местом природных сквозняков. Пловцы ветров первые, кто обустраивается на курортных пляжах. Это спортивный лагерь, который находится здесь с начала лета и до конца августа. Здесь мы занимаемся кайпсёрфингом, битсёрфингом, теннис, волейбол. Один словом, много спорта, много отдыха, много творчества. Гитары, костры, творческие люди, интересные вечера тематические. За моей стеной часть лагеря. Видно, что наши участники клуба становятся всё более изысканны к своему отдыху. И предпочитают теперь уже вместо палаток хорошие, комфортабельные дома. Мерясь с капризами стихии на воде, на суше катеры создают себе самые благоприятные условия. В лагере сооружают стационарные домики из вагончиков. Некоторые везут из Красноярска комфортабельные трейлеры. В них жизнь набелёв. Всё лето ничуть не хуже, чем в курортных гостиницах. Мы здесь спим трое детей, выходит, здесь наш папа, и здесь ещё два месяца. А, тут ещё раскладываем. А вот Олеся Волошка не спешит перебираться в трейлер из палатки. В диком свободолюбии отдыхающие видят свой шарм, полная гармония со всеми стихиями. Именно в палатке чувствуешь единение с природой. Потому что вот так вот руку выпущу, и там земля. Такое откинулось от палатки полок. Такие же небо и звёзды. И очень классно, мне ещё нравится, когда в палатке течёт дождь. Он прямо так стучит, 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 стучит. Опытные туристы-дикари собирают и разбирают палатки за минуты. Презентовые домики вырастают на глазах. Вот эту палатку мы ставили там, не знаю, две минуты. Потому что вот три дуги, и палатка стоит. Вот этот коврик, он стелится просто рулоны на всю палатку. И спальник, и всё. Вот мы взяли газовые баллончики, вот эта плиточка раскладывается, и на ней вот супчик, супчик завтра утром приходится на сутки. И, конечно, у тех, кто живёт палаточной жизнью не первый год, много своих секретов и ноу-хау. Там, правда, не так всего много, но там всё холодное. Железный короб предохраняет продукты не только от жарких температур, но и от сусликов. Как оказалось, эти мелкие зверьки ещё те вредители. Люди их не жалуют. Чего не скажешь о пушистых соседях, которые особенно рады в начало сезона. Вот мы сейчас приехали, нас полдня не было. Мы зашли в палатку, три пуслика выбежала из нашей палаты. И даже несмотря на вороватое соседство, Евгения и Наталья палаточную жизнь ни на что не применяют. Это же романтика. Это романтика. Это, посмотрите, у нас тут ещё сейчас первая линия. До этого стояла ещё одна палатка, а теперь вот у нас девочка съехала, и мы теперь просто сидим на закат смотрим. Красотища. Нэшнол Географик. Да, канал Нэшнол Географик. Постоянно. Да, красотища. Кстати, вопреки мифу, что кайтинг-спорт загорелых длинноволосых парней, в этой паре с воздушным змеем дружит только Наташа. У Евгения свои слабости. Рыбой, да. Так что не все, кто стоит в кайт-лагере, обязаны уметь управлять воздушным змеем. Главное, быть интересной неординарной личностью, любить активный отдых и здоровый образ жизни. И тогда вас обязательно занесёт сюда попутным ветром. В следующей серии проекта «Родные просторы» мы расскажем, кто приехал на открытие кайт-сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова